Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Кстати говоря, если ты сейчас ешь или пьешь, то приятного тебе аппетита, потому что это видео сегодня будет про еду. Поговорим с вами о еде. Что нужно хавать, чтобы похудеть? Тебе никогда не было жалко денег на еду? Как можно кушать сладкое, но полезное? А зачем ты судишься на диету, если ты и так стройная? Ответ на эти и на многие другие вопросы будет в этом видео, и я не знаю, зачем я говорю с таким странным акцентом, Не поняла, что это, но было вкусно. Буду отвечать также на ваши вопросы, показывать вам, что мне нравится, что мне не нравится, и давайте уже, короче, приступим. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления в аппликациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Элиса зовут. Самое первое, что нужно знать обо мне, это то, что я пью очень много кофе. Нет, не так. Я пью очень много кофе. Кофе это моя жизнь. Нет жизни без кофе, кофе нет без жизни. Логично, да, не думаю, но в общем не важно. Здесь стоит отметить, что несколько лет назад я снимала видео, где я рассказывала тоже про мое питание, и тогда я говорила, что я предпочтительно пью только черный кофе. На сегодняшний день, на самом деле, ситуация немножко изменилась, потому что сейчас я почти не пью обычный черный кофе, не пью практически американо. Сейчас я пью или латте, или капучино. В один момент я поняла, что я не могу пить латте или капучино с обычным молоком, потому что мне после этого как-то не очень хорошо. В том плане, я себя физически чувствую вроде нормально, а вроде так, как будто я съела что-то, что мне не ок, поэтому я перешла на соевое молоко и на кокосовое молоко. Сейчас, например, увидите, как я делаю себе дома капучино на кокосовом молоке. Мне, в принципе, очень нравится то, что у меня есть такой автомат, и, кстати, смотрите, какая клевая штука, она помогает делать пенку на капучино. А, да, и я вообще на самом деле просто сирополюбитель, адский сирополюбитель, по-другому себя не могу назвать. На сегодняшний день мой любимый сироп ореховый, хотя орехи я, если честно, не люблю, но вот ореховый сироп, это прям... Да, кокосовое молоко, ореховый сироп, зашибись. Нет. Тебе никуда не было жалко денег на еду? Кстати говоря, это очень интересный вопрос. Если честно, то скорее нет, чем да, но мне очень часто бывает жалко денег на одежду. У меня бывает такое, что я хожу по магазинам, даже не очень дорогим, тот же самый H&M, и я вижу какую-то одежду, я понимаю, что мне не нравится эта цена, и я, скорее всего, не буду брать эту одежду. То есть вот на шмотках я как-то экономлю, но на еде ни разу, по крайней мере, не сталкивалась. Еще один момент, который недавно появился в моей жизни, это вода, водица, так сказать. Хлебну. В последнее время я приучаю себя пить много воды. Я стараюсь пить как минимум 2 литра воды в день, потому что это полезно, потому что когда я стала себя заставлять пить много воды, я реально увидела, что моя кожа выглядит лучше, что я выгляжу более отдохнувшей. Я не знаю, заметили вы какие-то изменения на видео или нет, то напишите, да, пожалуйста. Но мне кажется, реально, где-то за последний месяц моя внешность изменилась в лучшую сторону, потому что кожа какая-то более напитанная. Я даже не знаю, как объяснить, но я реально вижу разницу, по крайней мере, в зеркале, по крайней мере, я вижу разницу в селфи, и я надеюсь, что камера тоже не сильно искажает, а вы видите разницу и там. На самом деле у меня уже был опыт, когда я пыталась выливать в себя воду, но потом это, конечно же, почтенным образом закруглилось, потому что что-то пошло не так или так. А сейчас я снова вернусь к теме с водой. Перед каждым приемом еды или перед каждым моим кофепитием я заставляю себя пить воду, и мне уже нормально. Судя по сториз, ты стала кушать чуточку больше, чем до этого, но все равно стройняшка. Как? Да на самом деле я ем ровно столько же, сколько обычно ем, просто сейчас я стала более активно вести свой инстаграм и больше снимать сториз, поэтому, естественно, вы чаще видите, как я ем. Только и всего. На самом деле ничего нового там не происходит. Я просто стараюсь как можно действительно чаще спостить контент именно в сториз, потому что я вижу, что вам это действительно нравится, вам интересно следить за мной, за моей жизнью, поэтому я стараюсь вам давать как можно больше контента еще в инстаграме. Помимо кофе, я также очень-очень-очень сильно люблю мачо-чай. Я это люблю. О, классно. А заодно у него еще еда пришла. У меня здесь короче темпура, брокли и чай еще вот сюда капуста. То есть ты заказала все зеленое, что можно было выбрать в этом заведении? Ага, не то, что ты, нормальную еду. Этот чай выглядит изначально как порошок, его тебе заваривают, как латы подают, или как обычный, собственно, разбавленный а-ля три в одном кофе. Только чай, только мачо, только не химия. Полезно. К слову о три в одном, я тоже безумно люблю кофе три в одном. Да, это правда. Я люблю быстро заваримые вот эти все напитки. Чем химознее, тем лучше. Сейчас подождите, мне мамка очень привезла, вам покажу. Просто коротко о том, что у меня вот в этом вот пакете, мама у меня прилетела из Германии, она у меня там живет, она мне часто привозит всякую фигню. Ну и я, когда туда езжаю, все время тоже всякую фигню покупаю. Люблю покупать фигню. Значит, вот то, о чем я говорила. Всевозможные вот эти вот кофе растворимые. Просто офигеть, офигеть, как я сильно это люблю. Потом мама купила мне еще вот такой вот шоколад, тоже быстрорастворимый. Еще раз растворимый кофе, а-ля три в одном. Да. Сколько раз в день ты кушаешь, придерживаешься ли интуитивного питания? Я считаю, что я придерживаюсь интуитивного питания, потому что я никогда не буду есть, если я есть не хочу, я никогда не буду пить, если я не хочу, даже кофе не буду пить, если я не хочу. То есть, если я чувствую, что я насытилась, я не буду больше есть, как бы мне не нравилось это блюдо, потому что я потом себя нехорошо чувствую, и я это понимаю, и я понимаю, что лучше мне вовремя остановиться, или, возможно, потом вернуться к моему блюду, Которую я не доела, чем я все сейчас сожру Обожрусь, а потом такая Мне полежать надо, часок, два, три Все, работоспособность ноль Это два нуля Два нуля больше, чем один ноль, привет Но на самом деле Мое питание, оно очень простое И в то же время я могла бы даже, наверное, назвать его полезным Потому что, если честно, я не очень люблю сладкое А если бы, точнее, ее вообще не люблю Но когда мама привозит, я ем И сладкое, наверное, я разве что Единственное, что потребляю, это вот кофе Все возможные вот эти вот штуки Которые я показывала ранее Но в целом, например, желание скушать пирожные Или съесть тортик, у меня оно никогда не возникает Я не люблю сладкое И я не люблю жареное Поэтому жареного в моем рационе нет ничего От слова вообще А теперь к вопросу, что же я ем В последнее время я очень сильно пристрастилась к рыбе Сейчас я покажу, как я готовлю лосося Я сейчас ем это чуть ли не каждый день Потому что мне безумно вкатывает На самом деле, безумно простой рецепт Ты просто берешь стейк из лосося Или из любой другой подобной рыбы Совсем немного приправляешь его соком Половина лимона Потом, если есть какие-то специи с перцем Или, возможно, что-то для рыбы, что могло бы подойти Тоже немного добавляешь Но всего должно быть очень мало Потому что я не люблю, когда вкус рыбы перебивается специями Немного масла Прямо вот самую-самую каплю Честно, я даже не знаю, зачем я это делала Но я где-то прочитала, что нужно, поэтому делаю Потому что я могу Потому что так сказали В интернете написано, понимаете? И все Буквально на 170-200 градусов Кладу в духовку на 15-20 минут И все Пожалуйста, стейки готовы Я это ем Обожаю Господи, как мне хорошо сейчас от этой рыбы Я с ума вообще схожу Естественно, одной рыбой сыт не будешь Но в том плане, сыт-то будешь Но хочется разнообразия Поэтому для разнообразия у меня есть Мисо-суп Я покупаю вот такой вот мисо-суп Он продается, ну, во многих магазинах Где есть японские отделы Это самый обычный быстро сваримый мисо-суп И я прям туда добавляю моего лосося Если я не хочу есть лосось в чистом виде Я добавляю его в мисо-суп Перемешиваю все это И тоже ем И мне тоже очень хорошо Иногда я не добавляю в мисо-суп лосось Просто его ем Но так сытнее и вкуснее Также я безумно сильно люблю авокадо В последнее время я действительно его ем Как минимум одну штуку в день Я, кстати, не верна, что это полезно И что так стоит делать Но я говорю за себя И я каждый день сейчас ем авокадо Но если авокадо жесткий, как вот сегодня мне попался К сожалению, то я вот туда просто разрезаю Очищаю от кожуры И просто-напросто вот так вот ем И, в принципе, это все Да, в течение дня обычно я ем только это У меня кусок какой-то рыбы Или суп с рыбой И вот да, авокадо Мне этого более чем достаточно Потому что остальное время я или пью кофе Или пью воду И мой желудок чувствует себя очень-очень полноценным То есть у меня нет желания есть какое-то другое еду Но, конечно же, так как я очень часто хожу куда-то гулять То тогда я иду куда-то с моими подругами И, как правило, мы ходим кушать Что я заказываю из еды? Уже несколько лет я ем один сплошной суп фобо Обожаю суп фобо Это вьетнамская кухня И последнее время вьетнамская кухня живет у меня в сердце Нет, не в сердце, в животе Потому что количество супа фобо Мне кажется, я уже состою из фобо Если мы не идем туда, где подают вьетнамскую кухню Тогда я беру что-то максимально простое Какой-нибудь салат Желательно, чтобы там было авокадо Или чтобы там был лосось Или просто-напросто беру суп какой-то из меню Потому что я больше всего из еды люблю суп Кстати, пользуясь случаем Если бы вы могли выбрать только один тип еды Что бы вы выбрали? Суп, салат, закуски Вот просто что Если бы меня спросили, я бы ответила суп Я люблю суп Суп, я люблю тебя Суп И, конечно же, так как сейчас лето Я просто стараюсь есть очень много фруктов Это я делала в основном уже вечером, когда возвращаюсь С моих гулянок, с моих посиделок с девчонками Я ем много фруктов Больше всего я люблю есть черешник Я люблю есть ананас И, конечно, моя особая страсть Это арбузы Я... Господи Я вот сейчас вспомнила про арбузы Я просто хочу арбуз Я прям представляю этот запах Я представляю это чувство во рту Ох, хрустящий арбузик Пожалуйста, дайте мне его Очень хочу Возможно, кому-то покажется мое питание очень однообразным И это на самом деле так Я такой человек, но это вот мои, да, странности очередные Если мне что-то нравится, я буду это делать Я буду этим пользоваться Наверное, всю мою жизнь Пока мне это не надоест Где-то, наверное, года два назад Кстати, я тогда же снимала видео подобного формата Она называлась «Мои вкусовые нет» Или как-то так Я говорила, что я подсела на гаспачо И вот на тот момент я ела один сплошной гаспачо Сейчас ситуация изменилась Я ела один сплошной, можно сказать, суп фобо И я, наверное, тоже буду года так два, три, четыре есть Пока просто вот здесь он у меня уже не будет Пока Да, вы поняли, наверное Я не поняла, но вы, наверное, поняли И еще моя отдельная страсть Это, конечно, корейская кухня Это просто обожаю, люблю Как говорится, так не говорится Особенно корейский гриль У них есть особый вид гриля Это мясо, которое ты готовишь самостоятельно Садишь за стол и перед тобой приносит жаровню Или она уже встроена в стол И тебе приносит мясо в маринаде Или, соответственно, без него И ты сама сидишь, режешь это мясо, обжариваешь Вот этот вот весь сам процесс Что ты сама что-то делаешь И потом это ешь Для меня это, ох, как же я все это люблю Я хочу жрать, извините, пожалуйста Надеюсь, вы нет Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось Обязательно ставьте лайки, лоси, классики, пальцы вверх Как угодно Подписывайтесь на мой канал Тык И всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч Уб resistance Уб